В нашем обществе существует предубеждение против профессионализма. Мы считаем, что быть чиновником на железнодорожной станции лучше, чем работать в продажах. Я думаю, что сейчас Индия в этом очень нуждается. Я слышал, что здесь присутствует главный секретарь Махараштры по повышению квалификации. Лично я считаю, что если вы уверены в себе, то мир изменится. Я бы хотел, чтобы вы это прокомментировали, потому что это очень важно для присутствующих здесь людей, которые много работают, получать уважение от общества и научиться уважать себя в будущем. Уважение мира к вам — это свойство мира. Если он к вам расположен, вы получите уважение. Я знаю, что об этом много говорилось. Но, по-моему, уважать себя — это немного ненормально. Уважение возникает между двумя людьми. Хочу спросить у всех здесь присутствующих. Разве уважение возникает не между двумя людьми? Вы уважаете кого-то за то, кем он является. Я уважаю себя. Вы, должно быть, сошли с ума. В Америке это очень популярно. Все говорят... Раньше люди говорили «Я верю в Бога». Теперь же «Я верю в себя». Раньше говорили кому-то «Я люблю тебя». Теперь «Я люблю себя». Для любви, веры, уважения нужны двое. Если внутри вас двое, вы на верном пути к безумию. Если вас двое, значит, вы шизофреник, не так ли? Об этом много говорилось. Религиозными деятелями, Нью-Эйдж-философами и многими другими. «Я люблю себя», «Я уважаю себя», «Я верю в себя», «Я и мое эго», «Я и моя душа» и все такое. Я спрашиваю вас. В вашем теле один или два человека? Пожалуйста, определитесь прямо сейчас. Один или двое? Все эти разговоры о самоуважении должны прекратиться, потому что они приводят к различным ожиданиям. «Я уважаю себя, я думаю, что я важная персона, и я ожидаю, что вы будете относиться ко мне так же, иначе я буду возмущаться, злиться и так далее». В самоуважении нет необходимости. Но если я уважаю кого-то, возможно, это даже не из-за того, кто он есть. Я уважаю его благодаря тому, кто я есть, не так ли? Если вы смотрите на кого-то с уважением, снизу вверх, не обязательно это из-за того, что это такой замечательный человек. Просто вы учитесь. Вы движетесь вверх в своей жизни. Поэтому вы и смотрите вверх. Если вы смотрите на кого-то снизу вверх, это значит, что вы движетесь наверх. Если вы смотрите на кого-то сверху вниз, это значит, вы движетесь вниз. Не так ли? Уважение возникает между двумя людьми. Не знаю, зачем это нужно. «Я уважаю себя», «Я верю в себя», «Я люблю себя». Все это звучит как слова безумца.